Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами продолжаем тему, как вылечить миому. Эту тему мне предложила одна из подписчиц и я с удовольствием ее выполняю. Значит, мумиё. Первое средство мы рассмотрим мумиё. Все знают, что в аптеках сейчас такие таблетки не проблема достать мумиё. Это эффективно справляется с миомой при обнаружении патологии на начальных стадиях ее развития. Первое, что спринцевание около 2-3 грамм настоящего мумия растворяют в 100 мл воды и спринцуются полученным раствором ежевечерне перед сном. Следующее, второе, что можно с мумиём делать, это тампоны. Порядка 3 грамм натурального сырья растворяют в 100 мл воды полученной смесью. Пропитывают тампон, вставляют его в облагалище до утра. Вечером вставляют и до утра. Внутренний также прием хорош мумия. Разводят 40 мл мумия на 250 мл воды. Полученное лекарство применяют 10 суток ежедневно. Перерыв 5 дней, потом снова курс терапии. Следующее народное средство, какими можно лечить муму, это имбирь. Довольно эффективен при муме матки имбирный корень. Он способствует регулированию вещественно-обменных процессов, нормализации гормонального фона. Однако при наличии сильных маточных кровотечений использовать его не рекомендуется. Далее, гомеопатия. Среди гомеопатических препаратов в лечении маточной мионы применяют средства, восстанавливающие нормальный гормональный статус, течение вещественно-обменных процессов и нормализующие психосоматику пациентов. Например, комплексный прием препаратов золота, кальция и йода способен эффективно справиться с мионным образованием матки. Следующее. Чаще всего, какие применяются препараты? Обычно препараты применяются. Это карбонат калия, сепия, генистрил, милайф, соляно-кислое золото, фракция АСД-2. Следующее народное средство, которым можно лечить миому – чистотел. Чистотел при маточной миоме давно известен своей эффективностью в отношении миоматозных узлов, чистотел, который успешно применяется для лечения множества патологий женских мочеполовой системы. Особенно эффективен против миомы как сок растения. Чистотел измельчают, а затем, поместив его в бит, отжимают сок. Затем жидкость, полстакана, смешивают с жидким медом, стакан и заливают водкой полстакана. После недельной выдержки лекарство готово к употреблению. Принимать перед приемами примерно за полчаса по одной ложке. Суточная дозировка – три приема. Курс лечения – три месяца. И нередко для лечения миомных опухолей применяют отвар или спринцевание раствором на основе чистотела. Следующее народное средство – это чага. Это березовый гриб. Широко он применяется в народном целительстве. Эффективен он и в лечении миомных образований. Этот древесный гриб известен противоопухолевой активностью, благодаря которой сегодня создано немало препаратов на основе вроде чагалюкса, чагавита, бифингогина и прочее. Его производят в гранулированном капельном и таблетированном виде, форме экстракта или пакетиков для заваривания чая. Для самостоятельного приготовления лекарства от миомы гриб заливают кипятком и выдерживают примерно 6 часов. Потом воду сливают, а гриб отжимают с помощью марли. Чагу нужно пропустить на мясорубке. Слитую ранее воду нагревают до 60 градусов по Цельсию и заливают гриб. Выдержать такую смесь нужно 2 суток. Лекарства принимают по большой ложке, то есть по столовой ложке, 3 раза в день и длительность чага терапии 2 месяца. Я надеюсь, вам информация была полезной. Все эти рецепты я оставлю в описании к этому видео обязательно. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на моем канале. Я с удовольствием для вас их покажу. Но самое главное, запомните, дорогие мои подписчики, зрители моего канала, любимые мои клиенты, что ни в коем случае нельзя отказываться от помощи специализированного врача. То есть человек, который дипломированный врач, он не должен отойти на второй план. В первую очередь вы слушаете его и советуетесь конкретно с ним. Если вас не устраивает врач, найдите другого. Но самолечением заниматься нельзя. Я надеюсь, моя информация была для кого-то полезной. Пожалуйста, применяйте, пишите в комментариях, что вы еще хотите. Всех вас очень-очень люблю. Обнимаю, желаю вам огромного здоровья и всего самого наилучшего в мире.